Экзегет В общем-то, стандартная широко распространенная ситуация. К сожалению, в семье вырос сын, получил образование, и теперь он смеется над верой родителей. Иной раз за их спиной, а иной раз даже прямо в лицо считает, что быть верующим — это признак какой-то некультурности, какой-то темноты и невежества. Ему, как образованному и культурному, уже претит вера, соблюдение каких-то религиозных праздников, ритуалов, традиций. Все это для него стало чем-то чужим. Вот как быть в этой ситуации? Как быть в этой ситуации родителем? Ясно, что родителей не может не ранить такое отношение взрослого сына или дочери, например, к их вере. Предлагаю вашему вниманию, дорогие друзья, мудрый ответ и размышление святителя Николая Сепского, выдающегося богослову XX века. Например, на такой же вопрос. Святителю Николаю многие писали письма, и он старался своим мудрым советом и наставлением поддержать таковых людей. И вот одни родители пишут ему следующее, что их сын получил образование за границей и начал смеяться над их верой. Послушайте, пожалуйста. Вы были очень рады, что ваш сын выучился за границей, что он был одним из лучших студентов, получил блестящее образование и диплом с отличием. Но вдруг ваш ученый и образованный сын посмеялся над вами в день вашей крестной славы. Напомню в двух словах, дорогие друзья, на Балканах, в частности у благочестивого верующего сербского народа, есть такая традиция крестной славы. Это почитание наиболее, скажем так, близкого или особо почитаемого в той или иной семье святого. То есть есть вот день ангела, который отмечают люди, имя того святого, которого он носит. Есть просто особо почитаемый в семье святой. Это называется день крестной славы. И вот образованный сын посмеялся над вами в день вашей крестной славы, когда вы и ваша супруга испытали боль, словно от укола иголки. Он ничего не сказал, просто усмехнулся, когда вы зажгли праздничную свечу. Потом он ушел из дома и вернулся, когда празднование было закончено. Ничего не сказал ваш сын, только усмехнулся. Но эта усмешка открыла вам всю пустоту души вашего сына. Вы с супругой молча переглонулись, и боль пронзила ваше сердце. Согласитесь, дорогие друзья, какая похожая ситуация. Сколько подобных же ситуаций приходилось даже, простите, в моем личном пастырском опыте, может быть и небольшом, когда с детства воспитанный в христианской семье сын, потом, получив образование, сейчас, естественно, только на английском языке смотрит новости в интернете, перестал ходить в храм и смеется над своими родителями, как над совершенно отсталыми людьми. Ни на какие уговоры, ни на какие увещевания совершенно не реагирует. Он считает, что быть верующим – это признак темноты и невежества. С каждым днем вы убеждаетесь в том, что душа сына не имеет духовного центра и нравственного стержня. Вы опасаетесь говорить с ним на эту тему, потому что чувствуете, что он уже начал слегка презирать вас и больше не признает ваших правил и жизненных ценностей. Вы просите меня, пишет святитель Николай, написать ему, вашему сыну. Я хочу помочь вам. И вот мое письмо вашему сыну. И далее письмо, которое написал святитель Николай этому молодому человеку, образованному, который насмехался над верой своих родителей. Молодой человек, позвольте мне рассказать вам одну историю. Когда-то двое близких друзей были вынуждены расстаться и разъехаться по разным городам. Прошло время, и они снова встретились. Они рассказывали друг другу о тех городах, в которых жили. Но один не хотел поверить другому и настаивал на своем мнении о том городе, в котором никогда не был, и всячески уничижал его. Непонятый друг огорчился и умолк. Ты поступил со своими родителями так же, подобно тому обидчику. Ты жил некогда в городе знания, то есть знания, получал образование. А они слушали твои рассказы об этом городе знания и верят тебе. А когда они рассказывают тебе о своей жизни в граде добра, ты презрительно усмехаешься и обличаешь их, как лжецов. Разве это достойно образованного человека? Считать свой опыт истинным, а чужой – ложным. Хороши твои знания, но доброта лучше знаний, и твои родители обладают лучшим. Учился ты у иноземцев знания, теперь научись у родителей доброте. Приведи свои знания в согласие с добротой, но так, чтобы доброта господствовала над знаниями и руководила ими. Над всеми человеческими науками стоит важнейшая из наук – наука Господа нашего Иисуса Христа. В ней заключены истинное добро, имя которому – любовь, и высшее знание, имя которому – мудрость. Высшее добро – это любовь, и высшее знание – это мудрость. Вот так говорит святой апостол. Все почитают счетою ради превосходства познания Иисуса Христа. Послание святого апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 8 стих. То есть святой апостол Павел – один из ученейших людей того времени. И это очевидный факт. Любой человек, кто более-менее знаком с его жизнеписанием, с его житием, и вообще человек подлинно духовно-культурный, знает, что святой апостол Павел был одним из выдающихся, блестяще образованных людей своего времени. И вот он говорит, я почитаю все счетое. То есть все почитаю как ссор ради превосходства познания Иисуса Христа. Чем больше мирских знаний без святого знания Божьей науки, тем больше вред. И чем больше мирское богатство без богатства небесного, тем больше опасность. Это очевидно, дорогие друзья. Чем больше земных богатств, но без духовного небесного богатства, тем больше опасность. Ибо только один Христос может сохранить эрудита от злоупотребления знанием и богатого от злоупотребления богатством. И заключает свое письмо этому молодому человеку, святите Николай, такими словами. «Вспомни слова славного ученого, который сказал, все мое знание словно капли в океане. Будь скромнее. Пойди поцелуй руку твоим родителям, чтобы пребывать тебе в добре и жить долго». Как сказано в книге «Исход», ветхозаветная книга Моисеева «Исход», 20 глава, 12 стих. «Чтобы тебе жить долго, почитай отца твоего и матери». Едва ли можно, дорогие мои друзья, что-то добавить к этому очень глубокому и всеобъемлющему письму. Но тут еще один очень важный момент. Иной раз действительно образованным, уже выросшим, уже самостоятельным, и как они себя мнят самодостаточным повзрослевшим детям, сложно что-то сказать. Преподобный Паисий Святогорец, к которому тоже обращались множество людей с подобными же проблемами, вопросами, он говорил, «Если твой сын или дочь не слушают о Боге, не говори им о Боге или о Пресвятой Богородице, о святых, а стань перед иконой и Богу говори о них. И Пресвятой Богородице говори со слезами о них, и святым. И этим ты подвигнешь небеса, и Господь, и Пресвятая Богородица сами в нужный момент и нужным образом скажут твоему сыну или дочери, эрудированному, самодостаточному, грамотному, скажут так, как ты не сможешь сказать». То есть молитва, движимая любовью сердца, больше может помочь, чем слова. Никто не отрицает, дорогие друзья, что слова тоже нужны. Слово – это тоже великая сила, но молитва – это сила более действенная, чем наши слова, если наши слова не принимаются. Ну и, конечно, всем нам, родителям или бабушкам и дедушкам, нам, старшему поколению, надо помнить, что так или иначе дети, как писал преподобный Паисий Святогорец, как бы снимают ксерокопию так или иначе с жизни своих родителей. Хотим мы этого или не хотим, иной раз ребенок, как тоже мудро писал преподобный Паисий Святогорец, он не ушами, а глазами тебя слушает. Ты можешь ему говорить, делай так или так не делай, но ребенок с детства видит, как ты поступаешь, как ты живешь. И вот твой пример действует порой сильнее, чем твои самые правильные, благочестивые и истинные слова. Поэтому надо, конечно, молиться Богу за своих детей и самим стараться жить достойно высокого звания христианина. Помоги нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok